Метрическое пространство, я думаю, что все знают, что это такое. Множество с метрикой. Метрика это множество, это х. Метрика это отображение вещественных числов. Метрика удовлетворяет неравенство треугольника, положительно, неотрицательно. Вы знаете, что такое метрика, оправдывайте. Расстояние между точками я буду обозначать вот так вот. И вот этот х означает, что эти две точки x и y живут в метрическом пространстве. Окей? Окей. Внутренняя метрика. Метрика. Значит, в метрическом пространстве можно определить длину кривой, правильно? Все ведь знают, как определять длину кривой. Или кто знает, как определять длину кривой? Окей, кто-то знает. Кто-то не знает? Нет? Окей. И метрика называется внутренней, если для любых двух точек расстояние может быть произвольно хорошо приближено длиной кривой, которая соединяет эти две точки. То есть для любых двух точек x и y существует кривая гамма от x до y. Так что длина кривой гамма, что там она, меньше для любого эпсилона. То есть вы даете мне эпсилон, я должен представить кривую, так что это неравенство выполняется. Значит, это внутренняя метрика. Что такое компактное пространство, я думаю, тоже все знают, правда? Вот, ну вот как бы, когда даешь такие определения, первое, что хочется, надо что-то доказывать. И вот доказывают люди то, что теорема Хоффа-Ринова, да, что пространство с внутренней метрикой полное. Я забыл сказать, что такое полное, но ведь все знают, что такое полное. Полное, дайте я напишу где-то. Полное плюс локально компактное плюс внутренняя метрика. Это все влечет то, что ограниченные, замкнутые множество. Компактные. Иногда такие пространства называются собственные, но мне почему-то очень не нравится, когда их называют собственными. Вот, ну вот такой вариант свойства эвклидового пространства, да. Значит, я не знаю, я не хочу это доказывать. В принципе, это несложно, это в меру просто, да. Если кто-то хочет, я могу доказать, мне это несложно. Если интересно, например. Или хотите, вместе докажем, я не знаю, что вы, как вы вообще. Ну, ну, скажите, как вы хотите, чтобы я... Давайте дальше. Давайте дальше, хорошо. Значит... Что-что? Скорее, он может быть опознат, что они, что-то, длина кривой. Ну что, длина кривой. Давайте поймем, что такое длина кривой в эвклидовом пространстве. У нас есть кривая, и мы хотим, вписываем в нее ломаную. И берем супремум всех длин ломаных. Что такое длина ломаная? Это сумма длин. Звенья. Да? Супремум всех длин – это длина кривой. В то же самое метрическом пространстве, только мы не можем вписать ломаную, но взять выборку точек в том же порядке, кривой, и просуммировать расстояние мы можем, и взять это супремум. Вот длина кривой. Я с удовольствием отвечу на другие вопросы. Никто не хочет узнать, как доказывать. Кто знает, как доказывать теорему Хубфуринова? Один человек, два человека – это где-то… Может, кто-то хочет. В принципе, это несложное упражнение. Да, может, давайте, не знаю, вот как такое доказывать? Вот если вы не знаете, как такое доказывать, как такое доказывать вообще? Хоть это доказывать, что ограничено. Смотри, ты сказал, что знаешь. Ты сказал, что знаешь, как доказывать. Ну… Или ты придумал сейчас? Нет, ну, я постараюсь тебе, как это делать, и… Окей. Ну, по-разному много делается, можно делать, но ключевой момент, что… Не то, что ключевой. Достаточно доказать для шаров, вот, и потом смотреть, когда сломается, то, что, я не знаю, как это называется… Открытие-закрытие, да, значит, ты доказываешь, что множество радиусов, для которых это верно, оно и замкнутое, и открытое, значит, такой вариант индукции для геометрии, да, что как бы оно замкнутое, открытое, замкнутое, открытое, значит, и прошло. Вот, хорошо. Значит, теперь вот я хочу проварировать немножко то, что вот вы видите, какие-то, в принципе, тривиальные определения, да. Вот. И ключевой момент – это, конечно, определение метрического пространства, ключевой момент в определении метрического пространства – неравенство треугольника. Вот, представьте на секунду, что я хочу обобщить неравенство треугольника на четыре точки. Вот, что мне делать? Хотя, в общем, немножко странное занятие, да. Значит, вот у меня есть четыре точки, между ними есть шесть расстояний. То есть у меня есть какие-то данные из шести чисел. Вот. А для треугольника у меня есть три точки и три расстояния. Вот неравенство треугольника, если у меня, я взял три числа, которые, для которых неравенство треугольника выполняется, это означает, что я могу эту картинку изобразить на плоскости. Эвклидовый. Вот. И, ну, давайте посмотрим, а что за условия здесь вот такое же. А что значит вообще я могу на плоскости изобразить эти три точки? Как это алгебраически вот так вот на это посмотреть? Можно думать так, что я возьму R2, возьму там мой любимый треугольник. И попробую завести квадратичную форму. Так, чтобы значение квадратичной формы, корни, на сторонах, если я подставляю вектора, давали бы мои стороны, пусть это будет ABC. Да. Значит, квадратичная форма. От соответственных векторов это соответственные вот штуки. Такую квадратичную форму вообще можно всегда сделать. Вы любые мне числа даете, я делаю такую форму. То есть я беру три квадрата, а квадрат, b квадрат, c квадрат и завожу такую квадратичную форму. Там просто формулу можно писать, я не хочу ее писать. Окей? Там как бы простую, не то что это самое. Ну, можно то же самое здесь делать, да. Я беру уже в евклидовом пространстве мой любимый симплекс с одной вершиной в начале координаты и с тремя вершинами в базисе. Завожу квадратичную форму так, чтобы квадраты сторон давали мне это самое. Вот. Ну, теперь, если я знаю квадратичную форму, когда мои четыре точки вкладывались в евклидовое пространство, как это, с чем это относится? Если квадратичная форма положительная определена, значит, в евклидовом пространстве. Если нет, если есть отрицательные вектора, значит, тогда нет. Окей. Хорошо. А теперь давайте подумаем. Неравенство треугольника означает, что на каждой, если я рассмотрю сужение моей квадратичной формы, на каждую грань моего тетраэдра, квадратичная форма будет неотрицательной. Правильно? Потому что неравенство треугольника это то же самое, что в двумерном случае. Квадратичная форма положительная. Неотрицательная. Окей? И, предположим, вот мои четыре точки не вкладываются в евклидовое пространство. То есть есть направление, в котором моя квадратичная форма отрицательная. Вот таких направлений есть два типа. Как бы... Вот и можно взять это направление. Они, кстати, отрицательных направлений будет всего одно. Там как бы одно направление отрицательное, все остальные должны быть положительные. Потому что на плоскости у меня неотрицательные. Значит, у меня только одно направление, они все связаны. Я могу взять, спроектировать в трансферсальное направление, получу плоскую картинку. Какие плоские картинки я увидел? Я могу увидеть две картинки. Я могу увидеть такую картинку от бумаги Тетраэда. А могу увидеть такую картинку. Окей? Вот, ну и как бы... К чему я это все подвожу? То есть если вы посмотрите на все метрические пространства из четырех точек. Давайте я нарисую его где-нибудь. То выглядит оно так вот. Значит, есть среди них евклидовые, те, которые вкладываются в евклидовую пространство. Есть, которые не вкладываются по одной причине, а есть, которые не вкладываются по другой причине. Окей? И если вы возьмете непрерывное семейство таких четырехточечных пространств, если вы начнете здесь, вы не сможете прийти сюда, не пройдя через евклидовую. То есть если вы выбросите евклидовое пространство, остальные метрические пространства разбиваются на две части. Это как бы... В общем, вот то, как я про это говорил, это абсолютно не важно. Ключевый момент. Вы посмотрите на пространства метрических пространств на четырех точках. Выбираете из них евклидовые две компоненты раздельные. Понимаете, да? И, в общем, это то, что я говорю, абсолютно не важно для будущего. Вот. Просто как бы я так подумал, что... Сказать это. Понятно? Да? Значит, теперь идея какая? Что мы рассматриваем неравенство треугольника в двумерном случае, она говорит, что мы хотим только евклидовые тройки. А здесь мы как бы... Кстати, есть такой... Дайте я скажу такую вещь. Есть такой способ изучать чего-то, дать человеку задачу и отправить его куда-нибудь на полгода. Потом он вернется и придумает теорию. Вот, например, я не знаю, если вы хотите кого-то выучить теории групп, вы можете отдать определение группы, да? Попросить расклассифицировать все группы там до 20 порядка. И человек придет уже с готовой теории, да? Ну, так нормально он будет знать теорию групп. Вот. А здесь можно сказать так. Вот представьте себе, что у меня есть метрическое пространство. Может, я сформулирую это где-то? Хотя это абсолютно не важно, опять-таки. Вот. Значит, метрическое пространство с внутренней метрикой. и все четырехточечные пространства вкладываются в Евклидово. Окей? Доказать, что маометрическое пространство это выпуклое подножество в Гильбертовом пространстве. Дайте, я скажу, я забыл сказать это. Давайте, когда я буду говорить пространство, я просто буду говорить метрическое пространство внутренней метрикой, полное, и пусть даже локально компактное. Окей? Написать это где-то? Нет? Что такое, да? Значит. Вы поняли задачу, да? То есть я не к тому, чтобы вы ее решали, но как бы для того, чтобы ее решить, нужно что-то такое сделать, небольшую теорию. И, в принципе, вот можете уйти и прийти уже таким... Что? Любые четыре точки. Я беру любые четыре точки. Опа! Могу вложить их в преддовое пространство. Понятно. А вот после стрелки там... А, это... Значит, внутренняя пространство то есть х. Х это выпуклое под множество в гильбертовом пространстве. Давай, черта. Окей? Вот. Ну, как бы... Александровская геометрия это такая штука. Мы смотрим на пространства, в которых все четверки сидят либо здесь, либо здесь. Вот. И пытаемся понять, как они устроены. Вот. Вот то, что... Вот то, что я вам сволнировал, это означает, что если пространство нулевой кривизны, в смысле Александрова, то это просто выпуклое подножество гильбертового пространства. Что, в общем, не хитрость, не хитрая вещь, но как бы такая. Хороший момент задать вопрос сегодня о чем-нибудь. Потому что, в принципе, да, это была такая присказка, да, я, в общем, с этого момента я начинаю с нуля опять. Это как бы так... Такой... Ну да. Такой... Точно нет вопросов, да? Ну, в общем, у меня есть вопрос. Да. Как это вот более точный предметик вам вопрос? Нет, я к этому подойду. Я просто... Как бы... Только я определил, это совершенно бесполезная вещь, да, что как бы на практике очень тяжело работать с такими пространствами в таком виде. Ну, это вот конституальная такая идея. Почему оно вообще возникает, да? Ну, вот. А сейчас я начну как раз говорить про пространство, ограниченное сверху, кривизное, и я приду к какому-то другому определению. Значит... то есть я хочу сейчас дать более такое... как это... конкретное определение вот множество таких четверок. И о четверке либо они вкладываются в кредерское пространство, либо ломаются вот таким способом. Вот. Можно определение переформулировать так, что, предположим, у меня есть четыре точки в моем пространстве. Для каждых трех я могу рассмотреть модельный треугольник. треугольник с такими же сторонами, но в евклидовой плоскости. И эти два треугольника сложить вместе. Вот так вот. По стороне. Вот. Теперь я могу померить расстояние. Значит, у меня вот это вот было пространство и это плоскость. Я могу посмотреть... Значит, у меня картинка такая, да, они лежат на разных сторонах. Вот. Теперь я могу померить расстояние между этими точками внутри вот этой его... вот этой фигуры из двух треугольников. И могу померить расстояние между этими точками внутри пространства икс. пусть это будет шестое пространство, а это будет шестое с волной. Вот. И неравенство такое, что шестое, оно всегда меньше либо равно шестого с волной. если это выполняется, то это означает, что четверка для этой четверки выполняется вот то, что называется... Эта четверка... как мальчик. Вот. Меньше. Что-что? Что? Меньше. То есть там с обеих сторон наверное... Нет, не с обеих сторон, там с одной стороны неравенство. Нет, ну в смысле, что есть... что меня тут пугает? А, господи, так, то можно сделать это обложить в дворки, да, Просто двигая вот это... Нет, нет, смотри, это... Я, я сейчас... Это не... Как бы... Возможно, две картинки. Такая картинка, она выпуклая, а возможно, картинка такая вот. И в этом случае я должен мерить расстояние внутри фигуры. И вот так вот не получится вложить. В этом причина, да. Как бы, и действительно, если картинка выпуклая, то вы сможете сделать евклидовое. Но если не выпуклая, может случиться непоправимое. Подождите, сейчас, еще раз. Для вымастивки 3 нужно, чтобы вот такой был меньше, а вот такой был, собственно, больше. Там, вещество треугольника можно еще вот так сказать. Я хочу вот так складывать. Можно? То есть, это честное определение, честное слово. Вот я как бы... Там их и так... Понимите... этих определений миллион. В принципе, я мог бы легко потратить два часа, может быть, больше, на то, чтобы просто перебрать все определения. У всякой хорошей вещи есть много определений. Вот. Это вот мое любимое. Я вот с вами делюсь. Вот. Вы поняли, да? Определение понятно. Потому что, если вы сейчас определение не поймете, то дальше уже вообще слушать нечего. Дайте, пожалуйста, какая-то точка. Значит, я беру 4 точки в моем метрическом пространстве. У меня есть 6 расстояний. Я про одну забываю на время. Из остальных я собираю 2 треугольника уже на плоскости с теми же сторонами. Такое всегда можно сделать, потому что это не разница треугольника выполняется. И располагаю их на разных сторонах. и рассматриваю вот такую фигуру из этих двух треугольников получаемую. Внутри этой фигуры я могу мерить расстояние. И вот я меряю расстояние между оставшимися точками. Оставшееся. Шестое расстояние. Вот. И хочу, чтобы вот это вот было всегда больше либо равно, чем то, что у меня было в метрическом пространстве. Значит, и вот правильно то, что когда у меня картинка, этот ромбик, я не знаю, выпуклый, то это всегда означает, что просто у меня эвклидовая четверка. Я могу вот эти два треугольника поджать. Ну, можно сказать, это неверно. Знаете, это неверно, потому что там есть еще вариант такой, что поджимаете и не хватает. Уже совсем сгринул, а там не сжать. Вот. Но это как бы, да, я не прав. Да. Вот. Ну, вот есть такой плохой вариант, а есть еще плохой вариант, что когда сжал и все равно мало. и много. Никаких вопросов нет. Я не знаю, я просто как бы в принципе в какой-то момент я займусь вот положительной кривизной, я скажу соответствующе простой вариант для положительной кривизны. Вот. Если мы возьмем четыре модельных треугольника, у нас есть пять, четыре точки, там есть четыре модельных треугольника, по одной выбрасываем. У каждого можно посчитать площадь. Пусть это будет А, Б, С, Д. Вот. Вот для этих четырех чисел должно выполняться неравенство треугольника. То есть, если я сложу все, кроме одного, это должно быть больше, чем оставшееся. Вот. Если такое всегда выполняется, то это кривизна ограничена снизу нулем. А если вот такое выполняется, это кат ноль, да. Что-что? Я взял четыре точки. Если я выбросил по одной, то могу четырьмя способами выбросить по одной точке. У меня три треугольника. Для каждого я смотрю модельный. Модельный это значит плоскости. Я как бы все делаю в плоскости. Там я считаю площадь. У меня получается четыре числа. Вот. Вот здесь вот может такое случиться, что у меня есть один треугольник. Если бы я такое повторил для такого пространства, у меня был бы один треугольник, а другие модельные выглядели бы вот так вот. У них бы сумма площадей была бы меньше, чем у одного большого. Вот. А там наоборот. Вот. Ну хорошо. Значит, с определением все нормально, да? Что можно с ним делать? Ну, первым делом, значит, как бы вся игра идет на двух вещах. Что у нас вот есть вот это условие, плюс у нас есть внутренность метрики. Что мы между двумя, между любыми двумя точками можем соединить их кривой, произвольно близкой к длине, к расстоянию. Но на самом-то деле, поскольку мы рассматриваем локально компактные внутренние метрики, то у нас ограниченное множество компактных, соответственно, можно на самом-то деле найти геодезическую, просто кривую, которая как бы реализует это расстояние. Вот. И первое, что хочется сделать, это применить вот это неравенство к случаю, когда одна из этих точек лежит на стороне. Вот. И что мы из этого получаем? Значит, значит, если я возьму, значит, я вот так вот сделаю, это означает, что у меня есть один выраженный треугольник. Да? То есть, вот он такой, совсем нулевой, да? Вот. Я хочу применить вот это неравенство для вот такого разбивки. Вот. Ну, что я получаю? Что означает то следующее, что если я возьму модельный треугольник для большого и соответствующую точку на стороне, пусть это будет x-волной, а вот это расстояние будет x, то x всегда будет меньше, либо равно, чем x-волной. Правильно? Просто вот я, если я рассматриваю вот при такой разбивке, без вот этой грани, если я рассматриваю вот эту картинку, у меня есть большой треугольник, и на его стороне есть вырожденный треугольник, это по сути просто вот это вот, вот это тройка. Да? Вот. Расстояние, я это знаю, да? и я хочу сказать, что это расстояние меньше, больше, чем, больше, либо равно, чем то, что у меня в пространстве было. Ну, как про это можно думать еще? Можно думать про модельный угол, про угол сравнения. Для 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 любых трех точек, для любых трех точек, значит, у меня это в пространстве Х, это у меня в эвклидовой плоскости. Значит, я строю свой любимый треугольник сравнение, в этом треугольнике сравнения я могу померить угол. Правильно? Имею право. Вот. Что вот из этого следует? Пусть у нас будет П, А, Б, С. Криво, конечно, ну ладно. Значит, и давайте его обозначим как-нибудь, треугольник, это самое, пусть у нас будет там, Х, У. Вот это, вот эту величину, значит, это П с волной, У с волной, Х с волной. Вот эту величину я буду обозначать углом сравнения. Волна всегда означает, что я оперирую, говорю про плоскость сравнения. Что-то там читаю в ней. Вот. Вот. П, Х, И, 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 значит, так вот я хочу обозначать угол. Я, в общем, очевидно, да, напоминаю этот угол, да. Значит, я могу рассматривать, у меня есть любые три точки, я могу рассматривать угол сравнения. Правильно? Теперь я хочу записать вот это неравенство через углы сравнения. вот я говорю следующее, что угол сравнения P, B, A, он меньше либо равен, чем угол сравнения P, C, а. Понятно? То есть это все элементарная геометрия, это эпидуальная геометрия, значит, что против большей, как бы если я увеличиваю сторону противоположную, то я увеличиваю угол. Ничего такого, правда? Вот, значит, у меня был какой-то угол, а потом я эту сторону еще меньше сделал. Угол уменьшился, вот это неравенство. Да? Я про это не говорил, у меня только модельный угол. Когда вы видите волну, это значит модельный угол. Значит, у меня просто три точки по трем расстояниям я меряю число. Окей? Значит, вот это неравенство или это неравенство плюс внутренность метрики, плюс то, что в пространстве все точки соединимы геодезически, она на самом деле эквивалентна изначальному. То есть, в принципе, как бы оно такое. С ним уже как-то, оно ближе к какой-то евклидовой интуиции, к которой мы привыкли. Вот. Ну, давайте попробуем, что дальше можно с этим сделать. Можно, например, ну, кстати, для положительной кривизны и такая же штука, только там угол ПБА в обратную сторону больше, чем угол ПЦА. Но мы к этому вернемся еще. То есть, ну, я просто имею в виду, что пока, то есть, как бы ситуация такая, что у этих пространств положительной кривизны и отрицательной кривизны абсолютно разная жизнь. Вот. И применимы они в разных местах. То есть, вот, вот, неположительная, неположительная кривизна, она, как бы, появляется там, когда мы смотрим на что-то в телескоп. А положительная там, где мы, наоборот, в микроскоп смотрим. Вот. Ну, как бы так. То есть, они скоро очень разойдутся и больше не встретятся. но это вот последние моменты, когда они так параллельно развиваются. Да, что у нас вот есть монотонность углов. Если мы сдвигаем точку ближе, угол уменьшается, там угол увеличивается. Вот. Ну, и, соответственно, можем, например, определить угол между геодетическими, что уж совсем напоминает евклиговое пространство. Предположим, у меня есть одна точка, из нее торчат две геодетические. Я могу брать любую пару точек на сторонах и, если я двигаю ближе к точке, угол у меня уменьшается. Соответственно, я могу прийти к пределу, когда обе точки идут к изначальной. Вот это и будет угол. Значит, если у меня есть PXY, я буду обозначать угол PXY как точную нижнюю грань углов сравнения P с чертой Y с чертой где X с чертой живет здесь, а Y с чертой живет здесь. Мы двигаем эти две точки, значит, и вполне законное определение, правильно? Значит, можно про него думать как предел, когда вы нажимаете. У нас появляются какие-то такие вещи, мы можем теперь между направлениями, между геодическими направлениями считать углы. И, кстати, здесь то же самое, только у нас надо брать точную верхнюю грань. Когда мы сдвигаем, углы увеличиваются до какого-то предела. вот. Ну, хорошо. Хорошо, значит, я пока сейчас еще разные, говорю про разные определения. Значит, еще один способ на все вот это посмотреть, на это определение с Александровской. Значит, я не доказал то, что вот это условие эквивалентно. В принципе, это опять-таки несложно, я не хочу изначальному определению, но не хочу заоставить внимание это не так существенно. Еще один способ посмотреть на это такой. Вот я возьму треугольник в метрическом пространстве. Треугольник для меня это просто три геодрических. Геодрические это три кратчайших. Значит, вот я знаю, что если я и опять-таки я беру значит, это он в x, это их видом пространстве. Значит, я беру треугольник сравнения и я знаю, что если я возьму здесь расстояние и соответственно здесь расстояние здесь будет меньше, чем здесь. Но я могу повторять это. То, что что-то хорошо надо повторять, да? Значит, можно уже применять к этому треугольнику, да? Собственно, к этому треугольнику и смотреть на расстояние здесь. И я получаю в два этапа, что вот это расстояние всегда больше либо равно, чем это расстояние. Если я беру на периметре моего треугольника любые две точки, беру соответствующие точки в треугольнике сравнения, расстояние будет больше. Окей? Вот это иначе говоря, в пространстве Александрова с кривизной больше лебравной, меньше лебравной нуля, у меня все треугольники тонкие, точечные. Я не знаю, как я... Тонкие, да? Тонкие. Вот это условие, то, что треугольник тонкий, оно передается по наследству. Да. А? Определение тонкого треугольника? Значит, у меня есть треугольник в метрическом пространстве. Я взял любой... Значит, треугольник, это просто три геодезические. Я могу бегать ничего внутри, да? То есть, просто вот то, что вот... Я могу взять любые две точки на нем, построить модельный треугольник и взять соответствующие точки на нем. Вот, соответствующие точки будут, расстояние между соответствующими точками всегда больше либо равно, чем в метрическом пространстве, и я могу еще раз повторить, у меня ощущение, что я плохо повторил. Нормально? То есть треугольник выглядит вот так. То есть нельзя нарисовать метрическое пространство, но вот если так представить, вот такой, они ближе друг к другу, чем должны быть в Евклиду. Вот, кстати, да, вот, может быть, простое хорошее упражнение. Представьте себе, что у меня треугольник с выгнутыми сторонами, и я меряю расстояние внутри вот этого треугольника, я не захожу на руку. Вот, докажите, что он тонкий. Может, кто-то хочет доказать это, я не знаю, это, в принципе, не очень сложно, не очень, не очень, это как бы какое-то, как-то надо напрячься немножко. У меня есть треугольник с вогнутыми сторонами, вот такой. То есть, как бы, понятно, что только вогнутая сторона, правда? Вот, я вырезал вот такой треугольник из плоскости. Вот, могу, это метрическая пространство, я могу там мерить длины кривых, могу мерить расстояние между точками. Я хочу доказать, чтобы вы доказали, что этот треугольник тонкий, да, что если я построю модельный треугольник с такими же сторонами, и возьму соответствующее расстояние, то они будут длиннее здесь, чем здесь. Вот. Ну так, я имею в виду, что просто никто, не надо сейчас это решать, просто так, вдруг заходите подумать о чем-то. Вот, вам способ, да, значит, как бы так. Хорошо, значит, у нас есть тонкие треугольники, и то, что я хочу сказать, что это условие, то, что треугольники тонкие, оно наследуется. Это означает следующее. Предположим, у меня есть метрическое пространство, и в нем есть один треугольник. Я взял на его стороне вершину, точку дополнительную, и разбил его на два треугольника. И я знаю, что вот этот тонкий, и вот этот тонкий. Тогда большой тонкий. Это как, очевидно? А? Да. Ну, тогда раз очевидно, скажите, как доказывать. Все правильно, да. Просто мы берем, раскладываем эти два модельных треугольника на плоскости. Ключевой момент, что картинка будет именно такая. Другой картинки быть не может. Вот такой быть не может, да. Вот. И мы меряем расстояние. Мы знаем, как бы, в принципе, не совсем, не совсем. Вот надо что-то такое, такая, эвклидовая геометрия несложная, да, что. Говорит следующее, что если у меня есть треугольник, и у меня есть два треугольника вот таких вот, да, то я могу на их объединение коротким способом все отобразить. Вот, ну вот, все равно этому, вот это равно этому, вот это равно вот этому. Надо просто сжать эту штуку, отобразить точку, эти все сжать. То есть надо короткое отображение, получается, из большого треугольника в этот. Короткое сжимающее. Что? Сжимающее, короткое сжимающее, да. Короткое отображение – это то, что уменьшает расстояние между точками. Ну хорошо, давайте докажем, то есть я наговорил достаточно, чтобы доказать важную теорему, которая простая, но вот ключевая. Теорема о склеивании решетника. Значит, пусть у нас х1 и х2. Кат ноль пространства. Значит, я предполагаю, снова, пространство – это все хорошие вещи. Внутренняя метрика, локальная компактность, полнота. Значит, это самое, да? Хорошо? Значит, кат ноль – это означает, что вот все четверки точек, они удовлетворяют этому неравенству. В каком бы определении ни взяли. Вот, и предположим, у меня в каждом из этих пространств есть по замкнутому подножисту. Значит, они замкнутые и выпуклые. Значит, выпуклость в метрическом пространстве определяется точно так же, как везде. Если я возьму на две точки, я могу их соединить к кратчайшей, и кратчайшая должна лежать в моем множестве. Вот. Значит, и предположим, они изометричны. Изометричны еще. То есть, есть изометрия, скажем, φ из первого пространства во второе. Вот. И я, соответственно, могу взять эти два пространства и склеить. Проидентифицировать их по этой изометрии. Значит, вот у меня... Не знаю, собственно, вот. Вот у меня были два пространства. Вот эти у меня два выпуклых изометричных множества. Я взял их, склеил, получил новое пространство. Вот. Давайте обозначим это как-нибудь. Х1 по А Х2. Вот эту склейку. Тогда вот это новое пространство, оно является кат-0. Кат-0 пространство. Значит, как такое доказывать? Нам надо доказать, что любой треугольник тонкий. Вот. Обратите внимание, что в этом пространстве после склейки у меня есть изометричная копия Х2 и Х1. Это понятно? То есть нам нету смысла, если мы хотим кратчайшую вести из точки в Х1, нам нету смысла заходить в Х2. Множество А выпуклое, поэтому вам придется зайти, что пройти в Х2 надо зайти в А, а потом выйти через А. А значит, вы прошли по кратчайшей. Понятно, да? Значит, это у меня есть две копии Х1 и Х2, изометричные. И мне надо доказать, что все треугольники точные. Вот. Если у меня треугольник лежит в Х1, доказывать нечего. Если в Х2 доказывать нечего, и остается вариант такой, что у меня одна вершина лежит в Х1, а две в Х2. или наоборот, но это как бы одно и то же. Правильно? Значит, как выглядит такой треугольник? Там подсохнет, я, это самое. Значит, у меня вот здесь где-то живет А. это у меня первая точка, скажем, в Х1. Вот это вот Х1. Это Х2. А здесь лежат там У и З. Вот. Тогда я могу найти точки в переходных местах. Где-то я прошел через А. Пусть они будут там А и Б. Теперь обратите внимание, что вот этот треугольник лежит полностью в Х1. Значит, он тощий. Вот этот треугольник лежит полностью в Х2. Значит, он тощий. И вот этот треугольник лежит полностью в Х2. Окей Вот этот лежит там Вот этот тонкий, этот тонкий Значит этот тонкий Правильно? Вот этот тонкий, этот тонкий Значит этот тонкий Окей? И вот такими штуками Вы думаете, наверное Смотрите на это, какая-то ерунда и тривиальность Ну вот в геометрии такая штука Что если вы увидели, то это тривиальность А если не увидели, то это вот Вы, значит, не знаете этого. Что? Ну, это очень сложно, скажем так. То есть там как бы условия непростые. В принципе, можно там что-то такое делать, но там какие-то нагромождения. А это, во-первых, вещь полезная очень, во-вторых, просто доказывается. Понятно, как делать это? Нет, ну, как бы, то есть попытки обобщить есть, но не то, чтобы это самое. Давайте так, вот это, на самом деле, суперважная теорема. Если какие-то вопросы, я бы очень хотел их услышать. Даже через силу сформулированную. Мы все поняли условия. Мы взяли два кат-ноль пространства, склеили, получили опять кат-ноль пространства. И доказательства, в принципе, то есть, ну, там, что там, вот, наследуемость точных треугольников. Если надо, я повторю наследуемость. Сколько было эквивалентных треугольников? Ну, я точно сказать, я не знаю, сколько. Ну, сколько вы назвали, я имею в виду. Я назвал их, наверное, четыре штуки. Или три-четыре, что-то такое. Вот, я думаю, что, ну, где-то около двадцати, вот, так вот, можно, разумных есть вариантов. Ну, скажите, что попроще, чего хотите-то? Какое определение вам надо? Можете их быстро повторить? Окей, окей, значит, первое определение. Мы, у нас есть четыре точки, оно самое общее. У нас есть четыре точки, шесть расстояний, мы там что-то читаем по ним и проверяем. Второе, это следствие прямое из этого определения. Когда мы одну точку берем на геодезической между двумя другими. Вот, но в некоторых условиях она остается эквивалентной изначальными. И, как бы, им легче пользоваться. Мы смотрим на четверки и говорим, что вот это расстояние модельное меньше, чем в пространстве. Следующее определение... Главное, это следующий момент, это тонкие треугольники. Вот, значит, что у нас то же самое, только не для вершины и противоположная сторона, а просто для произвольных двух точек на периметре. Ну, вот, как бы, да, вот это супер важное определение. Все остальное, в общем, не так. Это самое. Не знаю, хотите, вот, может быть, какие-то упражнения я придумаю? Скрипку тонких треугольников. Окей. Значит, у нас есть... Что мы хотим доказать? У нас есть треугольник, это все в метрическом пространстве. Мы взяли точку. Я знаю, что этот тонкий. И я знаю, что этот тонкий. Значит, я оба этих треугольника изображаю на плоскости и рисую их. Вот, как бы, страна к стране. И я утверждаю, что картинка будет такая. А вот такой картинки быть не может. Вот это понятно? Почему это? Скажите мне. Кто знает, почему это так? Почему такого быть не может? Что, как бы, вот... Я не понял, что вы сказали, но мне кажется, что это то же самое, что я думал. Вот, значит, что вы проверяете вот это расстояние. Если бы это было так, то это расстояние было бы короче, чем вот это. Правильно? А это длиннее, чем вот это. А это геодезическое. Такого быть не может. Кратчайше. Кратчайше, да? Значит, такого быть не может. Понятно, да? Значит, у нас такая картинка. Теперь обратите внимание, что если я нарисую вокруг этого дела модельный треугольник большого, то этот угол будет больше. Потому что я распрямляю. Да? Это расстояние между точками увеличивается. Я плохо нарисовал, кстати, совершенно неадекватно. Вот так вот где-то. Я это расстояние увеличиваю. Да? Значит, можно вот так вот сделать. Можно эти два треугольника нарисовать так вот, внутри. И они не будут перекрываться. Окей? Ну, теперь я вот должен придумать, что как бы я из большого треугольника, вот я зря стер, вот в эту картинку, должен придумать короткое отображение. Вот я его устрою. На этом это просто изометрия, на этом это изометрия. Вот это все по радиусу отображается сюда, вот это все по радиусу отображается сюда. Сюда и вот этот криволинейный треугольник отображается вот в эту точку. Короткое отображение очевидно, правда? Вот вам что, большой треугольник. Тонкий. Да? Еще раз? Осуществование гензических что? Чем она гарантирует. Значит, я решил по-простому действовать. У меня локальная компактность, полнота. Из него следует, что шары замкнутые, компактные. Соответственно, в компакте я могу прийти. На самом деле это не нужно. На самом деле из определения следует, что существование гензических следует. Если кому-то интересно, могу вот взять, это, кстати, простое упражнение, я могу взять и доказать это без условия, из одной только полноты. Без локальной компактности. Нужно? Хотите? Нет? Ну, хорошо. Ну, потом, если надо, что? А можете еще раз повторить формулировку теоремы о склеивании? О склеивании. А, о склеивании, да. Значит, у меня есть два катмоль-простанства. То есть, вот, пространство, где для любых четырех точек верно вот это, плюс они внутренние метрики, локальные, компактные, это хорошее. В них есть два изометричных выпуклых множества. А один, а два. Значит, теперь я беру их и склеиваю. Вот. И на склеенном пространстве у меня определяется метрика. В первой половинке такая же, в второй половинке такая же. А чтобы померить расстояние между двумя точками в разных кусках, я должен дойти до А, померить расстояние, а потом вернуться, пойти померить расстояние в Б, сложить. Вот такое получается метрическое пространство. Легко видеть, что оно в внутренней метрике, и что оно, как бы, это самое... Вопрос, что оно кат ноль, что оно, значит, удовлетворяет вот этому неравенству. И то, что я доказал, что все треугольники узкие, как бы... Я ответил, да? Да. Нету, да? Все, я иду дальше. Ну, хорошо, давайте, я вот хочу немножко времени потратить на какие-то упражнения, просто чтобы вы привыкли к этим определениям, чтобы это самое... Вот есть теорема Александрова, кстати, тоже очень полезная, и тоже очень простая. Вот, представьте себе, что у меня есть... Мокрая эта штука, она... Представьте себе, что у меня... Пусть даже евклидовое пространство трехмерное. Вот, и у меня в этом микридовом пространстве есть поверхность линейчатая. Значит, просто она образована однопарометрическим семейством отрезочков. Окей? Никакой гладкости, ничего. Я, значит, только вот нарисовал такую штуку, и могу ее снабдить внутренней метрикой. Я расстояние между точками меряю, как длину кратчайшей внутри поверхности. Окей? Вот я хочу доказать, что эта штука является кат-0. А? Кат-0. Кат-0, это значит, вот... Вот кат-0, это кат-0, да, что вот то, о чем я говорю, это кат-0. Вот. Никаких идей нет, ничего. А? У меня есть линейчатая поверхность. Вот. Значит, поверхность образована однопарометрическим семейством отрезков. Вот здесь как-то склеиваемся. Но, как же такие на себе? Да-да-да, что-то такое вот надо делать. Ну, собственно, задача на тонкие треугольники. Давайте так. Вот я нарисую треугольник. Очевидно ли, что каждой геодезическое... Ну, бывают случаи, когда она просто идет по прямой, неинтересно. Но если такого не случается, то она пересекает прямую не больше, чем в одном месте. То есть она трансверсально идет мимо прямых. Вы понимаете, да? Почему? Потому что прямая она геодезическая в объемлющем пространстве. И, значит, геодезическая внутри поверхности. Как бы глупо было бы ходить вот так вот, да? Можно было сократить. Вот. Ну, теперь давайте нарежем... Вот я нарисую треугольник. Я хочу доказать, что он тонкий. Вот. У меня есть вот такая нарезка... Как бы мои прямые пересекают мой треугольник приблизительно так. Да? Каждую сторону не больше одного раза. Вот. Ну, давайте теперь нарезать вот таким способом. Ну, вот что-то такое, да? Я... Вот пусть это будет прямая такая вот. Да? Вот. И начинаем применять теорему о наследуемости тонких треугольников. Получаем, что... Начинаем склеивать эти штуки, получаем, что все они тонкие. То есть этот тонкий, значит, этот тонкий, значит, этот тонкий, значит, этот тонкий и так далее. Вот. Но эти все треугольники лежат... Я разделил их на конечное число кусков. Эти все треугольники лежат и в клинном пространстве, они просто изометричны, модельные треугольники. Я склеил из них поверхность, которая очень близка к моей поверхности. И значит я могу просто Если я померяю расстояние в этой поверхности Близкой Это будет только больше, чем в моей Предельной поверхности И я плохо объяснил, мне кажется Очень плохо И хочу, чтобы вы мне Что было бы так доказано? Я доказал, что Линейчатая поверхность кат ноль Надо было сформулировать Линейчатая поверхность С внутренней метрикой Это кат ноль Вот На самом деле верно Линейчатая поверхность кат ноль Кат ноль Что? Кат ноль Ноль это кривизна Это ограничение на кривизну То есть я сравниваю Я об этом потом скажу Чуть-чуть Я сравниваю У меня пространство сравнений Это евкридовая плоскость Кривизны ноль Я могу рассматривать Другие модели Например, со сферой Или с пространством Лобачевского Тогда будет там Кат плюс-минус один Вот Значит, ну я пока Не хочу Это самое Вот Как бы У меня ведь полчаса Да? Осталось Правильно? Я дать часу Да? Значит Вот Ну давайте еще вот Одну такую Вот задачу Представьте себе Что у меня есть Кат ноль пространства И у меня есть В нем Две геодезические Выходящие из одной точки Пусть они бесконечные будут Вот И между ними угол альфа Все-таки угол я объяснил Да? Вот Теперь представьте Что я заготовил Плоский угол С раствором 2π Минус альфа Да? Это просто как бы Плоская штучка Вот И теперь я эту штуку Могу приклеить сюда По двум геодезическим Я хочу доказать Что то что получилось Кат ноль В принципе Не сложное Не сложное Упражнение Вот После Теоремы решетника Если Должно быть не сложное Я Может быть забыл уже Как я сейчас Я что-то Я помнил упражнение Забыл как доказывать Ну я думаю сейчас помню Вот Никаких идей Ничего Может у вас Что? Мы берем Вот такую Вот И приклеиваем По Этому По По Вот этим Сторонам Да 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 Написать А может быть У меня можно увеличить Не для громкости? Нет Что? Не для громкости А для чего? Для записи Для записи А Ну окей У меня есть Два Окей Вот это Кат ноль простанства Кат ноль простанства Есть два луча Две бесконечные Геодезические Вот И я просто склеиваю Давайте Давайте так Это просто Оставлю это как упражнение Вот Немножко Помучаетесь И сделаетесь Если вы хотите Вот Я попробую За полчаса Рассказать одно Приложение Первое Вот Показать что В общем то что я вам рассказал Сегодня это полезно Вот Расскажу я такую теорему Предположим у меня Значит это теорема Бурага Бурага Ферлигер Каноненко Говорит следующее Что предположим у меня есть В евклидовом пространстве Н Шаров В евклидовом пространстве И они там летают Сталкиваются Эластично Как по законам физики Там угол падения Равен углу отражения Значит И Как бы очевидно Что через какое-то время Они Разлетятся И перестанут сталкиваться Вот Но это как бы очевидно Но вот Требует доказательства И доказательство Оно вот как бы Непростое Использует вот То что я вам Рассказал Значит Понятно да Что Тогда Как бы Летают по законам физики Я не знаю как сказать Летают По обычным законам И сталкиваются Тогда Количество Столкновений Ограничено Некоторые константы Н Зависящие от Н Значит Я предполагаю Что все шары идентичны Одна и та же масса Один и тот же радиус Ну то что я могу сказать Она какая-то Я сейчас не вспомню Там плохо зависит Вот То есть Как бы Оценки очень плохие Но тем не менее Вот есть такая оценка Вот утверждение веры Утверждение понятное или нет Да Хорошо Значит При чем здесь Александровская геометра Как вообще она здесь Каким боком Она здесь Проявляется Значит Что-что Да Трехмерно Но в принципе То же самое верно И многомерно Это как бы Я просто как бы Три Чтобы Просто в два Слишком просто Вот Скажем так Проще Скажем проще Вот В один совсем просто Наверное Как бы Там просто То что Н прямых Пересекаются Там В н в квадрате Там Точек Значит Размеры Секоменса Значит Так Круднее Потому что Там Больше Возможности Сбиваешься Да Сбиваешься От большого количества Возможности Правильно Значит При чем здесь Александровская геометрия Мы смотрим На фазовое пространство Естественно Первая Первая реакция Смотреть на Фазовое пространство Вот Системы Из н шаров У нас Получается Евкридова Пространство Размерности 3N Да И Точка В нем Это просто Все координаты Центров Н шаров Вот И давайте С точкой Обозначать Так Что у нас Просто X1 X2 X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 И так далее А вот эти Тройки Мы тоже Как-нибудь Обозначим Пусть это будет Радиус Вектор Радиус 1 Радиус 2 И так далее Вот Но Мы не можем Не все Не каждая точка Описывает систему Из н шаров Надо наложить Какие-то условия Надо наложить Что Радиус Радиус Больше 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 Равно Дву Если у нас Единичные шары Вот Значит Что у нас Мы не можем Как бы Иначе бы шары Начали пересекаться Правильно Вот Вот Картина у нас Такая Что Мы Летаем В евклидовом пространстве Огромной размерности В этом В евклидовом пространстве Есть Какие-то цилиндры Вот Которые Собственно Описываются Вот этим неравенцем Набор цилиндров И мы Все так же Таким же способом Отражаемся От стенок Я не знаю Плохо я рисую Но вы понимаете Да Нам надо доказать Что количество Соударений Ограничено Сверху Какой-то констант Понятная Переформулировка Да Да Нет Значит Что 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 Это Вот Вот Эти цилиндры У нас радиус вектор Центры Центры шара Итого И житого шара Не могут находиться Ближе чем на два Вот там вот Где они Ближе чем на два Это тот самый цилиндр От которого приходится Отталкиваться Значит У нас здесь фазовое пространство Это просто как То есть Вот мы взяли Вот это вот пространство Да Там есть запрещенные места Куда ходить нельзя Это там Где шары Начинают пересекаться Если мы Нарисуем Эту конфигурацию Шары Начинают пересекаться Когда мы Подходим К границе Нам приходится Отразиться Это В точности Означает Что эти два шара Столкнулись И разошлись Да И здесь В этой картинке Означают Что мы Подошли Вот к этому Цилиндру Р и т Минус р ж т Равно 2 И оттолкнулись По обычным законам Вот Значит Как бы Можно перевести Это Вот В такую В такую В такую задачу Про биллиарды В дополнении Некоторых цилиндров Но на самом деле Это не важно Что это цилиндры У нас Вот как бы Мы можем думать Что это просто Набор Каких-то Буклых ножек В Ивпидовом Пространстве И мы Вот рассматриваем Такой биллиард В дополнении Теперь Что мы можем делать Значит Мы Мокрая тряпка Все время Не лезет Значит Доказательство 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 Идет по индукции По количеству Выпухлых тел Вот Для одного Выпухлого тела Доказывать нечего Раз мы подошли К этому Выпухлому телу Отразились И больше мы Его никогда не встретим Правильно? Вот Для двух Выпухлых тел Доказывать Что-то надо Вот Как бы Значит У меня есть Два выпухлых тела И Есть Траектория Которая Как-то С ними Столкивается Мне нужно Доказать Количество Это самое В принципе Можно привести Пример Когда Количество Сударений Бесконечное Вот у нас Начинаем Вот так вот Бегать между Двумя телами Надо наложить Какие-то условия На тела Значит Какие условия Ну вот Достаточно Будет Такого Что Тела Центрально Симметричны С одним И тем Же Центром Плюс Они Не вырождены В следующем Смысле Что Если я возьму Любое Пересечение Или Любое Тело То я В любой Точке Смогу На расстоянии R Найти Шарик Радиуса Эпсилон R Внутри Пресечения То есть У меня Не может Случиться Так Что Вот этот Угол То есть Интуитивно Это означает Что Вот этот Угол Не может Ити К нулю Но Это Такой Многомерный Аналог Что Если У меня Например Пересечение Трех Да То я Как бы Могу Внутрь Отойти Вот Не слишком Острые Углы У него Да Вот От этого Эпсила Он будет Зависит Тен Вот И как бы В нашем Случа Это Как бы Довольно Легко Считается Вот Ну теперь Предположим У меня Вот Случай Двух Тел А И Б Вот Значит Я Хочу Построить Какой-то Значит У меня есть Траектория Я хочу Построить Александровское Пространство В котором Эта траектория Становится Геодетической Кратчайшей Как бы Накрытие Да 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 Значит Я Я как бы Я по этой Траектории Записываю В каком порядке Я встречаюсь С этими Телами На самом деле Порядок Очевидный Я должен Менять их Я не могу Подряд Встретиться С одними Телами То есть У меня Скажем Б А Б А Б А Несколько Раз Вот Я Заготавливаю Копии Евклидового Пространства Столько Сколько У меня Столкновений Плюс Еще Один И Начинаю Склеивать Значит Встретился С А Значит Вот У меня Есть Слово А Б А Б Я Начинаю Склеивать Эти Пространства Первые Пару Я Склеил По А Второй С третьим Склеил По Б Третий С четвертым По А И так Далее Такое Слоеное Тесто Получается Что? Евклидовое Пространство Вот Вот Эти Евклидовое Простанство Клеонерное Значит Неважно Пусть она просто будет Евклидовое Простанство Вот Как бы Это самое Какой-то Конечный Размер Значит Понятно Что После этого После того Как я их Склеиваю У меня Моя Траектория Поднимается Это был Нулевой уровень После столкновения Это первый уровень После столкновения Это второй уровень После столкновения Это третий уровень Я поднимаюсь По уровням И каждый раз Склеиваю Простанство Что То что у меня Получится Это получится Геодетическое Локально Минимизирует Расстояние Правильно? То есть Это просто Переформулировка Закона Не знаю Соударения Как его Называть Властичной Сталкивания Что-то такое Значит Ну окей Вот теперь Момент Важный Про который Я забыл сказать Вовремя И теперь Немножко мучусь Ключевой Для нас Это В кат-0 Пространствах Геодетические Единственные Ну почему? Ну если были Не единственные Если бы у нас Были две Разных То Мы бы Просто для этой Четверки Получили противоречие Вот Что? Значит Вы просто Для этой Четверки Получили противоречие Вот это Расстояние Большое А если Я построю Модельную Картинку То у меня Просто будет Вырожденное Это самое Просто На одной прямой Что это Расстояние Будет 0 Вот Значит Вот этим Я хочу Пользоваться Как бы Значит 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 Я Значит И более того У меня Мало того Что геодетические Единственные У меня Каждая геодетическая Я являюсь кратчайшей Вот Что Это понятно Или Как бы Вот То Что То Что То Собираю Использоваться Значит У меня Вот такая Картина У меня Есть Вот это Слоеное Тесто Я не знаю Вот Его тяжело Рисовать К сожалению Вот это Вот у меня Будет Исклидовое Пространство И Значит Я Склеиваю По А Потом Склеиваю По Б Потом Склеиваю По А Потом По Б И У меня Есть В таком Пространстве Кратчайшая Она Значит Добегает До А Перескакивает Следующий Слой Пробегает Перескакивает Следующий И так далее Значит В этих Во всех Пространствах Есть Общее Место Это Мое Пересечение Х Значит Х Это Пусть Это Будет Игрек Значит Игрек Это Пересечение А И Б Казалось Бы Я могу Взять С Нулевого Слоя Дойти До Сразу В последний Слой И дойти До Моей Точки Да И Я Хочу Проверить А вдруг Вот эта Вот штука Вот этот Проход Он Является Кратчайший Если бы я доказал Что он Кратчайший Я пришел бы Противоречив Противоречив Понятно Или нет Значит У нас Любые две Точки Соединяются Единственные Геодетические Если я бы Смог доказать Что Доход До Игрека Выход Через Тоннель Является Геодетическим То это было бы все Я как бы Сразу же Столкнулся со всеми И отошел То есть это как бы Понятно Да Кстати момент Такой ключевой Что вот Почему это было сложно В какой-то момент Доказать Ну не за что Почему Одна из причин Что сложно Что Как бы вот Интуитивно Хочется Вырезать эти цилиндры И выбросить И смотреть на это Пространство Это пространство Которое получается После склеивания Оно Никакими хорошими свойствами Не обладает А надо оставить Вроде как и не нужно Мы туда и не ходим Вот Ну вот оно помогает Как-то так Значит Это самое Вот Ну давайте Упростим задачу Давайте посмотрим Когда Что будет Если у нас А и Б Это Две полуплоскости Окей Значит Вот Когда я склеиваю Мое слоеное тесто Значит я склеиваю По А По Б По А По Б По А По Б По А По Б Значит То что я получаю Я получаю Пространство С естественной Конической структурой Это Центр Моей Моего конуса Значит Как это пространство Выглядит Да очень просто Его как раз Нарисовать уже можно Значит На нулевом слое У нас есть окружность На первом слое Я склеил его С окружностью По Половинке окружности На следующем слое Я склеил его Вот так вот И вот так вот Продолжаю Клеить Значит Окружность Я живу на плоскости Простанственно Как бы Плоскость это конус Над окружностью Вот это и есть Это первая окружность Вот это окружность Вот это окружность Это окружность Первого слоя Вот это окружность Это окружность Второго слоя И так далее Они как бы Значит Они склеены По такому отрезку Который через них Проходит Вот здесь Нарисовать Значит Вот этот отрезок Это то Что направление Вот это Соответствует Вот этому Общему куску Вот А так они Значит расходится. Вот, ну теперь, значит, если мы смотрим, значит, у нас геодезическое в это пространство бегает вот так вот, как-то толкаясь об эти самые. Что это означает? Что на самом-то деле пространство направления, оно выглядит вот так. То есть, если мы достаточно много зигзагов, пусть этот угол будет эпицилон, достаточно много зигзагов наберем, то это расстояние станет больше, чем обход такой. То есть, вот это станет уже кратчайший. Правильно? После достаточного количества слоев. Это в точности означает, что первый слой и последний, вот в этой картинке, будут образовывать выпуклое множество. Вам не надо будет ходить про промежуточные слои, вы сразу спуститесь в игрек, пробежите насквозь и выйдете сюда. То есть, вот это вот как бы случай для плоских, я, у меня 10 минут, да? Что-то. Случай для плоскости, евклидовой плоскости и двух полуплоскостей. Ну, следующий момент. Вот то же самое хочется сделать для евклидового пространства. Никаких проблем, просто домножьте на евклидовое пространство для полуплоскостей или полупространства. Как бы никакой разницы. У вас просто произведение евклидового пространства на что-то очень понятное. Вот. Окей? Я не знаю, я, 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 я... Знаете, 10 минут, я как-то, что-то... Наверное, я ускоряю слишком быстро. Давайте я дойду до какого-то момента и, может, потом начну снова. То есть, я как бы... Вот. Ну, давайте я, давайте так, обрисую так, а потом вернусь. Окей? Значит, следующий момент. Мы хотим избавиться от того, что это полупространство. Мы хотим более общие тела смотреть. Вот. Но, как бы, ключевой момент такой, что если мы возьмем касательное полупространство, опорное полупространство, то картинка будет только хуже. Значит, мы... Что мы делаем? Мы должны сравнить. У нас есть две точки. И есть траектория такая. И мы должны сравнить с расстоянием до у и возвращением сюда. Вот. Мы можем найти полуплоскость, когда мы минимизируем эту сумму и находим полуплоскости так, чтобы, значит, они содержат b и a, соответственно. Вот. Расстояние при этом, если мы увеличиваем множество, по которому склеиваем, расстояние только уменьшаются. То есть это, как бы, на самом-то деле доказывает общий случай. Вот так вот, в три этапа. Вот. Значит, я только, я только, это самое, наметки доказательства делаю, я его повторю еще раз, я говорю. Теперь, как бы, картина приблизительно такая, что что мы на самом деле доказали? Что если у нас есть геодезическое, для нее мы строим слово, вот это, а, б, а, б, а, б, то, в зависимости от этого угла епсилон, это слово не может быть слишком длинным. Окей? То есть у него определенное количество знаков быть, но как бы дальше мы его не можем продолжить. теперь представьте себе, что у нас три тела вместо двух. Такая же картина, только три тела вместо двух. И мы теперь имеем какое-то сложное слово из трех букв. Все, что мы про него знаем, что никакие две буквы не повторяются отдельно, подряд. А, б, с, а, б, а, б, а, с, б, б, а. Что-то такое. Вот. Но вот из этого, из того, что я сказал, следует такая вещь, что если я возьму достаточно длинный кусок в этом слове, то там будут все три буквы. Почему? Если было две, то я как бы уже это с а, б. Значит, я могу, выбрасывая несколько, какие-то буквы, сделать его очень определенным. Я могу сказать, что это слово такое. А, б, а, б, а, б. Много раз, чтобы привести к противоречию. Потом, с. Потом, а, б, а, б, а, б. Потом, с. И так далее. И опять столько раз, сколько мне нужно для противоречия. Значит, когда я выбрасываю буквы, что это означает? Я выбрасываю букву, я вместо тела, вместо того, чтобы склеивать по телу какому-то, а, я склеиваю по всему и к ледовому пространству. То есть, расстояния уменьшаются. То есть, если я, после выбрасывания, у меня нулевой уровень и последний стали выпуклыми, остались выпуклыми, то и до этого были выпуклыми. Вот. Ну, а теперь я знаю, я знаю, что вот это слово, оно плохое. Я могу зайти в y вместо этого. Значит, я могу заменить это слово на такое yc, yc, yc и так далее. Правильно? Если я, как бы, если у меня ab, ab много раз повторяется, я могу зайти в y и будет короче пересечения a и b. Значит, это вот это пересечение a и b. Опять у меня длинное слово из двух букв. И точно таким же способом я прихожу к противоречию. То есть, как бы так индукция идет по числу. Значит, еще раз, я рассказал все очень плохо, я еще раз вам все это расскажу. Если, конечно, захотите. Вот. И я думаю, что лучше вот сейчас вот закончить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...